Здравствуйте дорогие ребята! Сегодня в этом видео мы скрафтим бумажный винчестер из игры Сталкер. Поехали! Для начала нужно скрутить 4 трубки диаметром в районе 20-25 мм и так, чтобы они могли вставляться друг в друга. Для склеивания концов я взял клей-карандаш. Просто он всё равно заканчивается, а для бумаги самое то. А вообще можно скреплять всё прозрачным скотчем. Тогда этот дробовик можно сделать за несколько часов, но надёжность будет оставлять желать лучшего. Мы пойдём другим путём и сделаем более-менее крепкую игрушку для дворовых игр. Теперь при помощи кисти промазываем конец трубки и вставляем в другую. В итоге у нас получится большая труба длиной 750 мм. В этот раз я не руководствовался каким-либо шаблоном или картинками из интернета. Всё воспроизводилось по памяти. Это, так сказать, небольшой эксперимент, как я могу скрафтить что-либо, полагаясь только на воспоминания. Снова скручиваем две трубки и вклеиваем одну в другую. Они выступают в качестве серединной части ствольной коробки. Чтобы долго не ждать, пока клей полностью застынет, я выносил составляющие и греться на солнце. Хочу сделать небольшое объявление для зрителей своего канала. Так как лето уже закончилось и началась школа, то и времени на крафт у меня стало меньше, а проекты делать надо. Поэтому не обижайтесь, если я не отвечаю на ваши сообщения вконтакте или инстаграме. Также я пока не смогу принимать заказы на макеты. Всё это, друзья, лишь для того, чтобы радовать вас новыми роликами два раза в неделю. Прошу отнестись к этому с пониманием. А нам осталось склеить трубчатый магазин, состоящий из трёх трубок. Общая длина у них должна составлять 580 миллиметров. Теперь необходимо придать детали ствольной коробки плоскую форму, после чего можно склеивать все составляющие в единое целое. Главное следить за тем, чтобы все части соединились ровно. Иначе получится фигня и можно всё выкидывать в мусорку. После высыхания наносим малярной кистью клей на дробовик, а затем присоединяем лист А4 и обворачиваем его вокруг трубок ствольной коробки. Четыре листа будет достаточно. Займёмся цевьём винчестера. От узкого скотча у меня остались пластиковые основания. Их необходимо приклеить к листу А4. Два по краям и одно посередине. Далее сворачиваем лист в цевьё, как показано в видосе. Кстати, нашёл 50-граммовый клей-космофен в гипермаркете «Сарай». Лично для меня он удобнее, так как не падает от малейшего касания благодаря своему весу. За кадром я сделал заготовки для патронов в количестве шести штук. Остаётся только приклеить к ним картонные заглушки. Специально сделал маленький диаметр, дабы они двигались в трубчатом магазине свободно. Переходим к изготовлению рукояти. Она будет представлять из себя что-то типа овальной трубки. Потом обязательно надо будет отрезать её конец под углом. После делаем небольшой обрезок трубки и вырезаем из гофрокартона полоску. Трубку надо приклеить к стволу. Она послужит переходом между стволом и магазином. Полоску из гофрокартона надо собрать в заглушку, а потом вставить в передний конец магазина. При помощи канцелярского ножа делаем вырез для рукояти. Так она будет намного лучше прикреплена к ствольной коробке. Берём саму рукоятку и вставляем её туда, промазав суперклеем. Теперь нам понадобится сделать вырез в районе спусковой скобы для шахты магазина. Через него мы будем вставлять патроны. И последний вырез мы сделаем в передней части магазина, откуда будут вылетать гильзы. Принцип следующий. Мы отодвигаем назад цевьё и гильза падает. Всё очень просто. С верхней стороны надрезаем конец трубки и устанавливаем мушку, склеенную из нескольких слоёв картона. Друзья, если вы хотите, чтобы я скрафтил ещё один винчестер, но уже из дерева, то давайте наберём 800 лайков под этим роликом. Проделываем всё то же самое, но уже для спускового крючка, который собран по такой же схеме, как и мушка. Обязательно фиксируем спуск к космофенам. Затем можно установить спусковую скобу. Осталось установить помпу на своё место, заклеить переход между стволом и магазином, и наш винчестер готов. Вот такой прикольный бумажный дробовик с вылетающими гильзами у нас получился. Кому понравилось видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди вас ждёт много интересных проектов. Всем удачи и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!